Переглядайте відео та читайте новини онлайн, а ИСЕД подбає про захист ваших пристроев. Ну а теперь вопрос, да, тот, который хотел вам задать, можно ли продолжить предполагать, что эта карусель будет бесконечной? Условно говоря, убил россиянина, да, согражданина, сел в тюрьму, подписал контракт, приехал на Украину, вернулся из Украины, да, помилованный, снова убил, снова сел, снова подписал контракт, и вот так вот бесконечная вот эта карусель, ну, конечно же, пока не помножит на ноль ВСУ этого убийцу. Да, именно так, это такой конвейер смерти, который они сконструировали, и это какой-то, знаете, праздник бесов и дьявола, который они устраивают сейчас на земле. Ну, это просто кошмар, как по-другому это сказать? Путин абсолютно обнулил всю следственно-судебную систему в России. Огромное количество и следователей, и оперативников, и прокуроров, и судей с нами за последний год связывается. Многие подают в отставку, кто-то уезжает из России, там есть целый ряд бывших следователей, бывших судей, которые уехали, потому что полностью обнулена вся работа. Она бессмысленна. Какой смысл полтора-два года работать, раскрывать убийство, осуждать, находить этого убийцу, сажать его в тюрьму, давать ему 15, 20, 25 лет в колонии, когда он уже через полгода может вернуться и тому же самому судье отдать голову или что-то с ним сделать с членами его семьи. Конечно, они все деморализованы, и ни в одной цивилизованной стране мира такой практики нет. То, что сделал Путин, он повторяет худшие традиции Сталина, ГУЛАГа. Но если в тот момент отправка осужденных из ГУЛАГа носила характер спасения и СССР, и других стран, тогда война была против фашизма, тогда хотя бы можно было это объяснить. И тогда, кстати говоря, и в тюрьмах-то сидели в основном невиновные крестьяне, которых у них забирали хозяйство, интеллигенции, несогласные, свободномыслящие и так далее. То сейчас, в данном случае, за всю историю последних сотен лет, по-моему, такого не было ни в одной стране мира. А возможно ли следующая ступень абсурда, условно говоря, в зале судебного заседания судья, прокурор, адвокат, присяжные? Помогите понять, в какой момент в российском суде появится прикомандированный военком, и судья сразу будет говорить обвиняемому, так, ты убил человека, твои скиллы нужны родине, вот военком, подписываешь с ним сейчас прям контракт, не забирай наше время, и расходимся все довольны. Вот дойдет до такого же, знаете, что прям в суде это все будет? Я вам скажу, что это уже дошло до абсурда, и еще до суда следственно арестованные в СИЗО пишут соответствующие заявления, к ним приходят сотрудники Департамента военной контрразведки ФСБ либо оперативного управления ФСИН, и те уже начинают ходатайствовать и обращаться к следователям, прокурорам и судьям, с тем, что вот этот человек хочет поехать на так называемую, сейчас в кавычках возьмем, СВО, по сути дела война по-русски, и вот, да, они там решают у кого-то, прекращают уголовные дела еще до вынесения приговора, кого-то осуждают, но к какому-то условному сроку лишения свободы сразу его отправляют, чтобы не мучиться с этим документооборотом по так называемому помилованию. Еще раз говорю, они абсолютно, они просто обнулили, разрушили всю работу следственно-судебной системы. Для разрушения государства нужно делать основные две вещи – сажать невиновных и освобождать виновных. Вот то, что делает Владимир Путин. Антивоенных активистов, оппозиционеров, журналистов, правозащитников, тех, кто не согласен с режимом, они бросают за стенки без вины по фальсификациям. А виновных людей, которые замараны в крови детей, женщин, которые совершили страшные преступления, они отправляют дальше убивать. И на самом деле это приводит еще, кстати говоря, и к деморализации в российской армии. Потому что когда в соседнем окопе с кадровыми офицерами оказываются убийцы, которые их посылают на три буквы, которые в них могут запросто разрядить автомат, либо их там заколоть ножом по ночи, пробравшись к ним в палатку, конечно, там многие боятся и многие деморализованы. И в целом они понимают, что видя, какие совершаются уже преступления, в том числе против мирного населения на оккупированных территориях, они в целом понимают, что они опозорены. То есть там это еще и деморализовало российскую армию достаточно серьезно. А помогите разобраться в цифрах, если можно, какой задел у Кремля по использованию зэков. То есть мы знаем, что все-таки российской армии нужна мобилизация. Не частичная, а полномасштабная, об этом военные эксперты. Сами военные очень много говорят. Но тем не менее, если вербовка зэков будет поставлена на поток, если все это будет даже в досудебном этом разбирательстве происходить, то есть может быть Путину тогда и не нужна эта мобилизация? Может быть достаточно тех россиян, кто совершает преступления, для того, чтобы отправлять их всех воевать в Украину? То есть если можно в цифрах, вот сколько сидит и сколько теоретически может быть отправлено на войну с Украиной? По цифрам сейчас скажу. Единственное, важный просто момент понимать. Он бы объявил сейчас уже всеобщую мобилизацию, если бы у него было чем их вооружать. Если бы у него был арсенал и боеприпасы на миллион, на полтора. У него этого нету, поэтому пока нет всеобщей мобилизации. А не потому, что он считает, что ему хватает контрактников или заключенных. Что по цифрам. В ЧВК «Вагнер» Пригожин смог рекрутировать практически 50 тысяч осужденных, 49 с чем-то, точные цифры разнятся, около 49 с половиной тысяч. В весенние, летние месяцы было рекрутировано уже Министерством обороны в так называемые подразделения «Шторм-Зет», «Север-Зет», «Ветераны-Зет» и «ЧВК Редут» более 25 тысяч осужденных. И вот сейчас мы видим, как Министерство обороны планово объезжает все колонии. То есть если у Пригожина была возможность приезжать в колонию и оттуда забирать 150-200 осужденных, у Минобороны таких больших цифр нет. Но с учетом того, что у Министерства обороны в каждом регионе есть представители, то приезжая в каждую конкретную колонию, выбирая 5-7-10 человек, в целом, если взять по более чем 80 регионам Российской Федерации, конечно, эта цифра где-то сопоставима с тем, что рекрутировал Пригожин. Поэтому до конца года, по нашим подсчетам, в целом в войне примет участие более 100 тысяч осужденных. Вот эта планка где-то в ноябре-декабре будет пересечена. Каковы лимиты у Путина в тюрьмах? Но мы с вами видим, прекрасно понимаем, что репрессивный аппарат в России настроен таким образом, что они любое количество людей запросто могут арестовать и посадить. Поэтому те места, которые освобождаются отправленными на войну, пополняются вновь арестованными уже ФСБ, ФСИН, полиция в России работает как часы. И вот что-что, а арестовывать людей у них с этим проблем в России нет. Поэтому вот эта история такая, как бы это безлимитная работа у репрессивного аппарата по заполнению тюрем. И, соответственно, вот эта систематическая работа по вербовке, это большой ресурс и это большая проблема.